Что происходит с долларом? Куда он летит? После нового года многие, кто включил какие-то новости, увидели, что доллар рванул вверх, поднялся примерно до 77 рублей, хотя под новый год он был в районе 74 рублей. Чего ждать далее? Взлетит ли он до 80 рублей, что многие предрекают или откатится назад? Сегодня попробуем с вами в этом разобраться. Давайте посмотрим на график. Здесь я сделал его в виде свечей, чтобы лучше видеть колебания, поскольку линия не очень корректно это отражает. Можно видеть, что вот он пик до 77 рублей, взлетел доллар, сейчас откатился немного назад. Давайте попробуем понять вообще, что происходит и с чем это связано, и главное, чего же собственно ждать. Первое, с чем нам надо разобраться, это что влияет на курс доллара. Надо понимать, что курс доллара зависит от большого количества факторов. Это не одно какое-то событие, не одно какое-то действие, это совокупность факторов. С одной стороны, это влияние коронавируса, пандемии и тех ограничений, которые с этим накладываются. Второе, это влияние цен на нефть, оно несколько связано с первым моментом. Для российского государства, чем выше цены на нефть, тем собственно лучше, тем больше государство зарабатывает долларов, тем больше предложение доллара на внутреннем рынке и тем соответственно ниже курс доллара. И наоборот, низкие цены на нефть, это для рубля плохо, рубль начинает обесцениваться. Есть внутренние факторы, как то основной, один из основных внутренних факторов, это ставка центрального банка. ЦБ регулярно повышает эту ставку. И внешние факторы, например, ставка федеральной резервной системы. То есть, насколько дешев или дорог во всем мире доллар сегодня. И давайте попробуем пройтись по этим моментам. Первый момент, влияющий, это пандемия коронавируса. То есть, здесь что мы видим? Мы видим новый штамм, мы видим распространение, очень активное его и новые вводимые локдауны. В частности, если мы посмотрим на графики, в России вроде бы идет все вниз, но в мире резкий и стремительный рост. Причем очень стремительный. Обнаружили массу новых мутаций. В Америке там какое-то колоссальное количество заболевших. В Европе начинают снова вводить где-то, вот в Нидерландах строгий локдаун. В других странах по-разному. В Римском порту встал на карантин очередной круизный лайнер. Там заболело 100 пассажиров, а всего несколько тысяч. И не знает, что с этим лайнером делать. Куда его девать. В США за день зафиксировали более миллиона случаев заражения коронавирусом. Причем это только тех, кто заявился. А еще куча сделали тесты, но решили на всякий случай об этом промолчать. И всплеск заболеваний, соответственно, может повлечь новые ограничения. Новые ограничения это сразу, опять же, влияние на мировую торговлю. На, в частности, цены на нефть. То есть, чем больше ограничений, тем меньше потребляется нефть. Тем меньше идет разных поездок людей. Люди больше сидят дома. Меньше летают самолеты. И меньше требуется нефти. Падает спрос на нефть. Соответственно, нефть может дешеветь. Дешевеет нефть. Рубль начинает терять свои позиции. Доллар растет вверх. Это вот если очень упрощенно. Второй момент. Сама по себе нефть. Здесь еще включаются два момента. Это решение производителей нефти стран ОПЕК+. Которые решают либо увеличивать добычу. То есть, увеличить предложение нефти. И тем самым продавать больше, но по более дешевым ценам. И энергетический кризис в Европе. Цены на нефть сейчас на высоком уровне. На очень высоком. И это за последнее время пики. Да, он был уже осенью. Но тем не менее, 82 доллара в текущий момент за баррель нефти. Это высокий уровень цен на нефть. И с этой точки зрения для рубля идет колоссальная поддержка. То есть, такие высокие цены на нефть должны соответствовать заметно более низкому курсу доллара. Почему это не так? Почему доллар все-таки улетает вверх? Сейчас мы с вами обсудим вскоре. Пока ОПЕК плюс существенных изменений здесь нет. Они планируют нарастить производство в феврале. И возможно это повлияет на цены на нефть. Но пока они такие. Цены на нефть высокие. Газовый кризис в Европе. Энергокризис в Европе колоссальный. Который с одной стороны, опять же для России это плюс. Поскольку Газпром заработает бешеные деньги. На продаже газа в Европу заплатит кучу денег налогов. Огромное количество. И это опять же приток валюты в страну. В том числе долларов. С этой точки зрения для рубля также идет поддержка. То есть для на ближайшее время по крайней мере кризис в Европе. Для России. Особенно для российских экспортеров. Это скорее плюс. Внутренние факторы. Здесь тоже можно сказать, что для рубля в общем-то все неплохо. Доллары должен стоить в этом плане ниже. Потому что основной момент это ставка центрального банка. Чем выше ставка центрального банка ключевая. Которую в декабре в очередной раз подняли. И скорее всего поднимут далее. Тем дороже деньги. То есть рубль становится дороже. Чем выше ставка. Тем дороже кредиты. Тем меньше рублей в стране. Потому что их дороже взять в долг. И это накладывает ограничения. То есть предложение рубля падает. В этом плане это плюс. Опять же для курса рубля. Но вместе с этим самое главное, что сейчас происходит. И почему мы видим вот эти резкие скачки доллара в текущий момент. Это ситуация в Казахстане. Которая наверное никому не понятно, что произойдет дальше. Вот прямо сейчас по крайней мере совершенно не очевидно. Наверное есть какие-то люди, кому это очевидно. Но мне кажется большинству непонятно. И как это связано? Как рубль с этим связан? Это прежде всего риски. То есть инвесторы, которые вкладывают деньги например в российскую экономику. Они всегда оценивают, смотрят на будущее с точки зрения рисков. А что если у меня там начнутся проблемы? Какого рода проблемы? Прежде всего санкции. Что Америка, Европа, другие страны будут накладывать санкции, ограничивающие возможность работы в России. Или ограничивающие возможность ввода, вывода денег. Инвесторы оценивают. Инвесторы это крупные международные фонды. Оценивают эти риски. Когда эти риски повышаются, они решают. Так нет, хватит с нас этих американских горок в российских и казахстанских реалиях. Мы лучше на всякий случай деньги свои вытащим обратно. Что они делают? Они продают активы, российские активы. Высокодоходные кстати. Например по российским акциям ожидаются бешеные дивиденды. Но эти активы продают, выводят деньги из России к себе куда-то на счета международные. А как продают? То есть они продают российские активы за рубли. Покупают доллары. И эти доллары выводят из страны. То есть растет спрос на доллары и предложение доллара наоборот падает. Потому что доллары выходят из страны. И это подталкивает цены вверх. И вот это сейчас является ключевым фактором. Нестабильность в Казахстане усиливает риски международных инвесторов. И они начинают просто закрывать ряд своих позиций. Выводить валюту. Хотя вроде это не в России проблемы. Но это пока. По крайней мере риск такой есть, что это пока. Что может быть это так или иначе перекинется в виде того или иного рода санкций в сторону России. Поэтому вот этот фактор сейчас является главным. И предсказать его я считаю что невозможно. То есть как именно он повлияет. Потому что ситуация может накаляться. И тогда доллар еще сильнее скаканет. Либо наоборот как-то сейчас допустим за несколько дней все успокоится. Все успокоятся. Все решат что все кризис пройден. И в этом случае тогда мы можем увидеть довольно быстрый откат доллара назад. Там к позициям до нового года. Есть еще и внешний фактор связанный с ставками федеральной резервной системы. Которые сейчас в текущий момент федеральная резервная система обещает повышать ставку. В какой-то момент в 22 году начать ключевую ставку. Чем выше ключевая ставка опять же тем дороже валюта. То есть доллар становится дороже. Это укрепление доллара. И это минус для рубля. Итого резюмируя на все вот эти моменты. Сейчас мы имеем локальный взлет доллара связанный именно с политическими рисками. И от того как дальше пойдут дела будет зависеть собственно чего ждать. То есть все вопросы быстро решатся. Или же наоборот доллар скаканет вверх. И на неопределенный срок зависнет на более высоком уровне. Хотя в целом скорее больше ожидания. Что вот если ситуация закончится мирно. И все как бы успокоится в Казахстане. То скорее это некоторый откат назад. Но стоит ли на этом пытаться играть я считаю категорически нет. Это игра в рулетку сегодня в текущий момент. Давайте мы об этом поговорим подробнее. Я напомню каким образом имеет смысл работать с валютой. Как работать с долларом. Когда и как его покупать. По какой цене чтобы выиграть и не проиграть. Но первая идея то что иметь часть накоплений в валюте. Безусловно для российских реалий это оправдано. Если мы посмотрим на курс доллара за последние 20 с небольшим лет. С 95 года например. То увидим что рубль регулярно обесценивается. К сожалению или к счастью. Но вот так вот выстроена экономика российская. И если человек имеет все накопления только в рублях. То к сожалению он периодически будет этой гонке проигрывать. Что делать? Дальше возникает вопрос. Вот как правильно когда покупать валюту. Когда в какой момент купить, в какой момент продать. Казалось бы все очевидно. Вот мы берем график. И в какой-то точке допустим. Вот в первой точке мы покупаем дешево. Потом доллар взлетел. Продали дорого. Около 80 рублей. На этом великолепно заработали. И счастливо себе живем. Вот это первая ошибка. Которое допускают начинающие инвесторы. Скажем так. Или люди кто откладывает деньги. Пытаются пытаться поймать этот момент. Если вы не тот человек. Который заранее знает о каких-то событиях. Которые произойдут. На нефтяном рынке. На политической арене. Какие-то кризисы которые происходят. Если у вас нет такого инсайда. То пытаться это угадать бессмысленно. Вы будете проигрывать в среднем. Даже если в какой-то момент. Удастся это угадать. То в следующий раз не удастся. В следующий раз. То есть. Вы купите наоборот. На вот этом самом пике. А потом продадите внизу. И главное. Вы не сможете угадать. Вот этот пик. Это потом будет взлет. Или потом падение. То есть. Первый принцип. Это отказаться от идеи. Поймать идеальный момент. Для того чтобы купить. Продать доллар. И на этом проспекулировать. И хорошо заработать. Лучше в это не ввязываться. Как действовать. Как же все-таки тогда покупать валюту. Для долгосрочных накоплений. Действовать по методу усреднения. То есть. В чем его идея. Что мы регулярно. Каждый. Ну. Какой у вас стандарт. Допустим. Раз в две недели. Или раз в месяц. Откладываем. Какую-то часть денег. И на нее покупаем валюту. Доллары. Евро. В идеале делать это через биржу. Потому что банки берут грабительские комиссии. За конвертацию валюты. То есть. Если вы в банке. С рублевого счета. Переведете деньги. На долларовый счет. То есть. Сделаете конвертацию. По курсу банка. То это окажется очень невыгодно. Банк съест. Львиную. Ну. Возьмет очень хорошую комиссию. Но. Если вы сделаете то же самое. Заведете деньги на брокерский счет. И там по биржевому курсу. Гораздо более выгодному для вас. Сделаете обмен валюты. И потом выведете обратно на банковский счет. То. Эта операция окажется гораздо для вас более выгодна. И. Если мы действуем по стратегии усреднения. Вот так вот регулярно. Каждый месяц покупаем. То. В среднем мы будем получать хороший курс. Да. В какие-то моменты мы купим дороже. Но зато в другие моменты. Мы купим дешевле. И в среднем получим хорошую цену. Вот эту стратегию. Стратегию усреднения. Я считаю гораздо более оправданной. Гораздо более разумной. Для большинства начинающих инвесторов. Да и не начинающих тоже. Вот. Работать с валютой. Именно посредством метода усреднения. Для тех. Кто вдруг пропустил этот момент. И не смотрел ролик о том. Во-первых. Как покупать доллары дешевле. Посмотрите обязательно этот ролик. В каких случаях никогда нельзя покупать доллар. Это второй момент. И третий момент. Как и когда покупать доллары выгодно. По стратегии усреднения. Если вы хотите покупать доллар. Обязательно эти ролики посмотрите. Удачи. И напишите в комментариях. Чего вы ждете у доллара в ближайшее время. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...